Привет всем! Мы открываем новую рубрику «Словарь буддизма». В ней мы будем делать сравнительно небольшие ролики, в котором будем рассказывать о каких-то понятиях буддизма. У нас есть целый большой-большой список тех понятий, которые мы хотим осветить. Но если вам кажется, что вот об этом надо непременно записать коротенький ролик, который можно потом кидать своим друзьям, товарищам и говорить, вот смотри, как оно в буддизме, то, пожалуйста, пишите их в комментариях. Мы непременно прочитаем и, может быть, сделаем ролик и об этом тоже. Очень надеемся на вашу помощь. Спасибо. Пока-пока. Привет всем! Наверное, вы слышали такие высказывания, что буддизм – это, мол, атеистическая религия, в которой нет Бога. Или то, что буддизм похож скорее на философию, или то, что вот Будда-человек вовсе не Бог, и поэтому ему совсем даже и не поклоняются. Слышали, наверное, да? Эти высказывания позволяют себе как люди, которые хотят похвалить буддизм, так и те, кто хочет его поругать. Мол, вот какой просчёт в буддизме. Ну, серьёзные исследователи буддизма, подавляющее большинство их, относятся к этому несколько скептически. В первую очередь указывая на то, что буддизм неправильно сравнивать с монотеистическими религиями, в рамках которых и получается, что буддизм – это религия без Бога, потому что Будда создал этот мир? Нет, он его не создал. Будда как-нибудь влияет на происходящее в мире? Да вроде не влияет. Значит, не Бог. В то же самое время буддизм у нас не монотеистическая религия, буддизм у нас появился в традиции политоистических религий. И боги в буддизме есть. И не один, их много. Боги – это, ну, скажем, целая раса таких существ, они рождаются богами, кто-то из них очень-очень могущественный, творят миры, другие не такие могущественные, но тоже на что-то влияют. В общем, их очень-очень-очень много. Вопрос в том, относится ли к ним Будда. И нет, Будда к ним не относится. Будда об этом сам говорит. Есть такая известная история, когда у Будды спросили, мол, являешься ли ты богом? А он ответил, нет, не являюсь. Я пробудившийся. Ну, или просветленный, там по-разному можно переводить. В общем, вот как он о себе говорит. То есть, он не бог. И, да, конечно, он не бог, он был рожден человеком, мы это знаем. Но, опять же, является ли Будда просто самым-самым обычным человеком, который указал путь и всё? Тоже не совсем так. Даже в палиньском каноне, который наиболее приземлён в плане божественной природы Будды, указывается, что Будда не был обычным человеком. Он был каким-то не совсем обычным. У него, например, есть 32 признака высшего существа. Ну, их тоже по-разному говорят. В некоторых источниках это переводится как 32 признака Будды, в других 32 признака высшего существа. Я всё-таки склоняюсь к тому, что это 32 признака высшего существа, потому что не только Будда имя обладает. Что это за признаки? Ну, я не буду перечислять все 32, я дам ссылочку, можете сами почитать. Но это очень интересные признаки. Чисто такие, скажем, телесные, физические признаки, среди которых, например, перепоночки между пальцев и такие длинные руки, что они аж ниже колен. Ну, ещё всякое много интересного. То есть, нет, он не совсем нормальный человек, не совсем обычный. С самого своего рождения Будда был особенным, он проявлял какие-то особые способности, был очень умным, очень развитым. Ну, такой вот интересный момент. Также указывается, что у Будды, как вы знаете, он не только, это не его первое и последнее перерождение, у него было очень много перерождений, и он начал практиковаться ещё задолго до вот этого последнего перерождения. И как раз предыдущее перерождение Будды, в своё предыдущее перерождение, он был Богом. И тогда он понял, что для того, чтобы таки просветлиться, ему нужно всё-таки переродиться человеком. И он выбрал, где он будет рождён, в какой семье и так далее. То есть, нет, обычным человеком Будда тоже не был. И он об этом тоже сам говорит. Он сравнивает себя с лотосом, который растёт из грязи, но сам чистый. Он говорит тоже, что да, я был рождён в этом мире, но я к нему не отношусь, я другое существо. Это слова Будды. Но давайте всё-таки, ну, хорошо, вот у нас есть Будда, который не совсем Бог, не совсем человек, что-то такое, ну, как бы между, просветлённый. Как нам к нему относиться? С одной стороны, мы, действительно, мы буддисты, когда мы, например, кланяемся Будде, мы кланяемся ему ни в коем случае не как создателю всего мира или там властителю наших жизней, нет, мы кланяемся ему как учителю. В то же самое время, когда Будда просветлился, к нему пришёл могущественный бог Брахма и просил Будду лично, чтобы тот просветлял людей, рассказывал им о том, что он понял. То есть, есть что-то такое, что понял Будда и до этого не понимал Брахма, что он не мог рассказать сам. Вот такой момент. И поэтому Будда, да, он, конечно, для нас учитель, но он немножечко сверхъестественный учитель, понятное дело. И мы не можем точно даже сказать, насколько он нас слышит или не слышит. В конце концов, если воспринимать нирвану так, как её сейчас чаще всего воспринимают, как некий отрыв от вот этого вот всего телесного, что на нас давит, отказ от своей личности, от желаний, но тем не менее никак полное исчезновение из этого света, то кто знает, может быть, Будда нас и слышит, и почему бы не обращаться к нему со своими вопросами, со своими молитвами. Ну и, как я уже сказала, есть не только Будда, и в том числе и божества, и всякие другие существа, типа тех же бодхисад, просвещенных существ, которые выбрали остаться в этом свете, а не уйти в нирвану, они тоже могут откликаться на наши молитвы и каким-то образом нам помогать. Так что нет, буддизм это не религия без бога, это религия, в которой очень-очень много богов, а Будда это вообще нечто совсем-совсем другое. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok